Святитель Иоанн Златоуст говорит нам на 144-й Псалом беседе тема такая, за что мы должны славить Бога? Душе благочестивой особенно свойственно отрешаться от дел житейских и воспевать хвалебные песни Богу подлинно стыдно было бы человеку к существу разумному и превосходящему все видимое в деле словословия быть ниже других тварей и не только стыдно, но и безрассудно ибо не безрассудно ли это, когда другие твари каждый день и час воздают хвалу Господу небеса, говорит Псалмопевец, проповедуют славу Божью и о делах рук его вещает твердь день дню передает славу и ночь ночи открывает знания 18-й Псалом, 2-й, 3-й стихи и солнце, и луна, и разнообразный хор, звезд и стройный состав всего прочего проповедуют о Творце своем посему тот, кто превосходнее всех тварей и не делает этого, но даже ведет такую жизнь какую хулиться, сотворивший его Бог может ли удостоиться прощения? какое может иметь оправдание тот, кто сотворен для Бога угождения, человеколюбимому Богу и наслаждения благами будущего Царствия но нисколько не заботится об этом а предается житейским делам и мирским заботам подлинно мы обязаны ему многим он сотворил нас, несуществовавших сотворил нас такими по сотворению сохраняет нас и каждый день промышляет о всех вообще и о каждом частности и тайно, и явно и заметно для нас, и незаметно можно ли исчислить все видимое что он сотворил для нас служение, которое видимые твари доставляют нам устройство тела, благородство души ежедневное попечение нас посредством чудес, законов и наказаний разнообразное и непостижимое его промышление главнейшее из всех благодеяний когда он не пощадил для нас и единородного сына благо уже дарованные нам через крещение и другие таинства и те неизреченные блага которые будут дарованы царствие, воскресение, жизнь исполненное всякого блаженства кто стал бы исчислять все это порозень тот погрузился бы в безмерное море благодеяний и увидел бы сколь многим он обязан человеку, любимому Богу и не только поэтому, но и по величию славы его и неизмеримости существа его подавает ему от нас хвала благословения постоянная благодарность служение и непрестанное поклонение Бог не имеет нужды ни в похвалах наших ни в благословениях к славе его ничего не прибавляется от славословия служащих ему ибо существо его неизменно все довольны и не имеют нужды ни в чем другом но сами славословящие делаются от того более славными Господу нашему славу в веки веков Аминь 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 Аминь